Прежде чем начать обзор очередной интересной партии, я хотел бы, уважаемые зрители, напомнить вам о шахматном канале на украинском языке под названием «Шах и для всех». На этом канале вы найдете обзоры актуальных партий лучших современных украинских шахматистов. Также на канале «Шах и для всех» проводятся регулярные прямые трансляции в формате «Игра со зрителями». Поэтому, если вы понимаете украинский или у вас возникло желание познакомиться с этим красивым языком в разрезе шахматной тематики, то обязательно подпишитесь на канал «Шах и для всех». Ссылка на него находится в описании под данным видео. Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Симметричные с точки зрения пешечной структуры позиции, тем не менее, зачастую таят в себе много яда. Потому что два, а то и один лишний темп могут оказать решающее значение на оценку подобного положения. Большим мастером разыгрывания этих позиций был великий стратег прошлого Акиба Рубинштейн. Сегодня мы с вами рассмотрим его партию против австрийского мастера Эрнста Грюнфельда, которая была сыграна в земеринге в 1926 году. Д4 пошел Акиба Рубинштейн, его соперник ответил симметрично Д5. С4, Е6, КНФ3 и взятие на С4. Черные избирают принятый ферзевый гамбит. Рубинштейн ставит пешку на Е3 и отыгрывает пешку. С5, 2-0, А6. В этой позиции черные стремятся сыграть Б7-Б5 и далее поставить слона на Б7. Здесь белые имеют определенный выбор планов. Препятствовать ходу Б5, то есть сыграть А4. Ну и далее после КНЦ6, ФЕ2, СД, ЛД1, СЕ7, ЕД2-0, КНЦ3. Получается типовая позиция с изолированной ферзевой пешкой. Либо допустить продвижение Б5 и сыграть ФЕ2. Именно второй путь избрал Акиба Рубинштейн. В этой позиции черным лучше всего было все-таки пойти Б5, поставить слона на Б7, а коня на поле Д7. Но Грюнфельд, видимо, перепутал план черных в ответ на действия белых и сыграл не Б5, а КНЦ6. КНЦ3. И в этой позиции черным следовало пойти Б7-Б5. Но Грюнфельд продолжает играть благодушно, ставит слона на Е7. Белые выигрывают темп, забирая на С5. СЛОН БЦ5-А3, СЛОН Д6, Б4-2-0 и СЛОН Б2. ФЕ7 играют черные. Ладья АД1, Б5 и СЛОН Д3. СЛОН Б7. Получилась абсолютно симметричная с точки зрения пешечной структуры позиция. Но здесь ход Рубинштейна. И Акиба в который раз уже доказывает свое высокое мастерство разыгрывания подобных положений. Напомню, что именно в этой пешечной структуре он, играя черными, сыграл свою бессмертную партию против Ротлеви. Действуя же белыми в этой партии, тоже находит нюансы для получения перевеса. Ставит коня на Е4. После взятия слон бьет Е4. Начинает чувствоваться разница в силе белопольных слонов. В этой позиции простой ход А6 ничего черным не давал. Потому что белые нападали на слона и после защиты играли ФЕ3, нападая на коня и угрожая матом. Поэтому Грюнфельд пытается перекрыть опасную диагональ, ставит пешку на Ф5. Слон белых отходит на Б1. И Е5. В этом положении ход конь Ж5, который напрашивается, является серьезной ошибкой. Потому что после размена легких фигур следует конь Д4. Черные нападают на мат и на ферзя, получая уже решающий перевес. Поэтому Рубинштейн тормозит пешку соперника своей пешкой и играет Е4. У Грюнфельда выбор. Продвигать свою пешку, игнорировать или брать на Е4. Конечно, последнее дает белым перевес, благодаря наличию изолированной пешки черных на Е5. Ну а если сыграть Ф4, то следует шаг и на К8 ладья Д2. Далее ладья Ц1 и перспективы черных слонов, ограниченных как белыми, так и черными пешками, достаточно туманны. У белых здесь перевес. Поэтому Грюнфельд решил поставить коня на Д4. После взятия ЕД слон бьет Д4, ФЕ. В лагере черных все-таки образовалась изолированная пешка, но в отличие от положения ее на Е5, пешка на Е4 не ограничивает мощного чернопольного слона. Ну а белопольный слон найдет себе работу по соседней, диагонали А2, Ж8. Ладья ФЕ1, ладья АЕ8. Слабость пешки Е4 и пассивность слона Б7 определяет перевес Рубинштейна. Он играет очень точно. Ставит ферзя на поле Ж4 и на слон Б8 дает шаг. Король АШ8, удар слон бьет Ж7. Видимо, этот вариант явился полной неожиданностью для Грюнфельда после взятия на Ж7. Взяли-забрали, следует ладья Д7. Король АШ8 и ладья бьет Б7. В результате этой операции белые выиграли пешку, но партия перешла в окончание с разноцветными слонами. Все же у белых здесь серьезный перевес, потому что помимо слонов на доске присутствуют и ладьи. А Киба Рубинштейн, как известно, этими фигурами играл просто виртуозно. И эту партию, по сути, можно считать прекрасным учебным примером при разборе типовых окончаний разноцвет при ладьях. Слон Е5. В этой позиции, конечно, нельзя брать на Е4 по причине слона Ж2. Поэтому Рубинштейн делает тонкий ход слон Ф7. Тревожит ладью, прогоняя ее с линии Е. Она становится на Д8. Форточка, ограничивающая чернопольного слона. Ладья Д4. Король Ж2. Ладья Ц8. Черные пытаются за счет активности компенсировать потерю пешки, но белые на чеку. Не пускают ладью на Ц2. Рубинштейн ставит свою фигуру на Е2. И в этом положении ход ладья Ц3 позволял белым получить серьезную атаку. На слон Е6 взятие и ладья Ц2. С угрозой, ни много ни мало, линейного мата. На ладья Д8 следует ладья Ц5. Если отойти на Д6, то ладья Х5 с атакой пешки Х7. Ну а если сыграть слон Ж7, то, конечно, ладья ЦЦ7 и черным уже в пору сдаваться. Понимая, что ключевой является седьмая горизонталь, Грюнфельд пытается ее перекрыть своей ладьей. Но Рубинштейн сохраняет обе ладьи и дает шах. Король Ж7, слон А2. В этом положении ход ладья Ц3 тоже не приводил ни к чему хорошему для черных. По причине шаха на король Х8 слон Б1 и на взятие слон Е4. Угрожает уже взятие на Х7. У белых две лишние пешки и уже выигранная позиция. Поэтому Грюнфельд ставит своего слона на Ф6. Ладья Ж8, король А6 и слон Б1. Ладья Е7, защищая центральную пешку, А4. Неожиданно король черных оказался в матовой сети. Рубинштейн неторопливо доводит партию до победы и заканчивает ее очень красиво. Слон Ж7, король А3, ладья Е6, ладья А8. Берем под прицел пешку А6. Слон Ф6 и ладья А7. Угрожает Ф3 и после взятия либо продвижения пешки Е следует ладья А7. Поэтому снова перекрытие. И здесь наконец Акиба Рубинштейн взрывает позицию взятием на Е4. Неожиданный ресурс, который без сомнения Грюнфельд зевнул. После взятия взяли-забрали ладья Б1 А6. Естественно, если пойти слон Ф6, то ладья бьет Ф6. Ну и дальше белые выигрывают это ладейное окончание с тремя лишними пешками. Поэтому черные сыграли король А5, но белые поставили пешку на Ф3. Угрожает взятие ладьи, а в случае ее отхода с Ж4 это будет мат. Эрнст Грюнфельд просто сдался. Вот такая прекрасная позиционная партия Акибы Рубинштейна. Он в который раз доказал, что симметричные позиции отнюдь не являются равными. Подчас небольшой перевес в развитии может дать инициативу, которая в конце концов приведет к выигрышу партии. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, а также оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания.